Коровка-коровка с подарками. Надо же подождать никуда, чтобы все вместе открыть. Это самый новогодний обмен среди мам-плогеров. Привет! И в данный момент мы находимся в фотостудии Счастье. У нас нет дома такой красивой елочки, но очень хочется красивую картинку. А вы, если хотите красивые фотографии, то фотостудия Счастье вас ждет. Итак, у меня коробочка большая. И я не знаю, от кого она пришла. Тут написано Татьяна Тимошкова. Но я не знаю эту девочку. У нас есть, каждый год мы обмениваемся с мамами из чатика. Но эта девочка не из чатика, поэтому мне очень любопытно, что же здесь находится. И внизу я оставляю ссылочку на мою фею. Вот Татьяна моя фея. Чья фея я, вы можете узнать, тоже заглянув вниз в описание. И узнать, кому отправила посылочку я. А сейчас мы уже раскрываем и смотрим. Да, девушка? Я заскучала, ребята. Давайте я открою здесь, Дема, там и мама внизу. Кстати, посылка пришла, вот, Белпошта. С Беларусь. Да, это любопытно. Потому что, когда я отправляла свою посылку, я просто знаю, что среди стран, ну, не все товары можно отправлять. Поэтому то, что хочется, иногда просто нельзя. Но я отправляла максимально у нашего производства, Украина, чтобы в Беларуси такого не было. Да, давай, помогай мне, давай. Хорошо. Запаковали, ну вот, вот что, ах, класс. Ну, не такая классная. А ну, открываем. Раз, два, три. Та-да. Вау. Давай, да. Давай посмотрим. Не знаю. Подожди, подожди, Димик, давай вот, подожди, по чуть-чуть, потихонечку. Смотри. Смотри, какая красивая. С Новым Годом. Знаете, как раньше были открытки еще в СССР? Слушайте, такой прикол. Спасибо большое, Танюша. Привет из Беларуси. От Тани и Матвея. Ой, какое имя красивое. Уютных и теплых вам зимних вечеров. Счастья в Новом Году. Хороших воспоминаний из старого. С Новым Годом и Рождеством. Таня. Класс. Спасибо большое, Танюша. Надо с тобой разнакомиться. Так, раскрываем. Оооо. После зимних холодных прогулок. Смотрите, что здесь. Конфеты рассыпались. Вот так, смотри. Смотри, девушка. Смотри. Ух ты. Это класс. Такая большая елочная игрушка. Давай мы посмотрим, книжечка приехала. Смотри, какая красивая. Так. Это новогодняя елка. Рассказы, сказки и стихи. На русском языке. Спасибо. На самом деле, я очень люблю наши. Вот знаете, как раньше наши сказки были. Ой, смотри. Иллюстрация какие-то красивые. Да, иллюстрация реально красивая. И очень хорошее качество бумаги. Я тоже очень люблю. Не люблю электронные книги. Она, походу, даже и... Сознай отрывок. Это Бунина. Боже, это круто. Это очень классная книга. Это для самых юных. Рождественский сон. Вау. Очень круто. Да, спасибо большое. Так мы и будем читать теперь. Кстати, девчонки, не буду в этом видео рассказывать, но я недавно узнала о том, что засыпать надо не позже, чем 10 часов. И сейчас мы решили, что мы будем до 10 укладываться спать. И не с мультиками, как раньше, а с книгами. Так. Вот конфеты тут у нас продолжают везде появляться. Давай мы туда в коробочку сможем. Что? Ой, смотри, тут много конфет есть. Вот. Они все просыпались. Да. Смотри, тут много конфет. Вот это вкусно, с решками. Папа. Тут что-то еще. Идем, смотри. Что это? Кто помоет посуду? О, это нам пригодится. На самом деле у нас начинается, как быстрее все едят, чтобы не мыть посуду. Да, морской закон. Морской закон. Но у нас обычно Никар все равно моет посуду, даже если кто-то... Нику ставят перед фактом. Давай по очереди. Давай? Давай посмотрим. Смотри, кто помоет посуду? Это игра. Семейная игра для двух-четырех игроков. Кто проиграл, тут моет посуду после обеда. Лучшая игра после обеда, очень простые правила игры. Быстрый розыгрыш, взаимодействие игроков. А давайте мы откроем и посмотрим. Давайте открываем и пока посмотрим. Конфету. А давай половинку свежи. Ну, только половинку, не целую. Давай? Нет? Давай дальше. Смотри, смотри, что все подписано. Для семейных вечеров это вот. А, мне кажется, это книжка. О, давай обойтись, глыб твоей боль. Частичка воспоминаний с детства. У вас были такие? Ну, то, что я сказала, вот, и Танюша подтвердила, что да, у нас такие были. Так, девочковые радости для Доминики. Дарю и сама завидую. Кого? Стигеры, а можно мне тоже? Давай напополам. Пожалуйста, у нас дома лежит. Это девчачья. Так я тоже девочка. У тебя есть. Я же мамой наступать. Тогда я тебе дам свою киску. Вот она. Давай, мама. У тебя же есть этот какой. Спасибо. Тут написано, головоломки и загадки для настоящих кого? Кого? Мужчин. Мужчин. У нас Демида, да, вот. Надеемся, Демид оценит. Для настоящих мужчин. Демид, ну что? Более 200 наклеек тут даже. Вау. Это мне, но. Девочки, я обожаю наклейки, не знаю. Это она выглядит. Взрослая уже. Мне надо. Вот это вам. Покажем вам. Вроде взрослая уже, знаете. А я сейчас просто обклеила свой ноутбук у меня в наклейки. И вот после этого у меня прям, не знаю, я заполняю всякие блокнотики, ну там, пишу планы и там потом. Но мне нравится наклейки клеить. Как знакомо. Ну да? Так, самые веселые новогодние приключения. Смотри. Надо раскрашивать. Майчин. Обнимашки. Ты конфеты делишь, да? Смотри, какой богатырь. Видишь? Вот, и наклейки есть, смотри, гномики. Тебе нравится? Да. Спасибо. И тебе кафетку. Все. Конфеты. Ну что детям? Конфеты. Спасибо большое. Мы очень любим книги. Я не знаю, откуда ты знаешь. И кафеты. И кафеты мы любим. Мы любим очень настольные игры. Мы играем в пазлы. Собираем, не играем. Пазлы не играют? И собираем. Да. Собираем пазлы. Читаем. Это у нас очень много книг. Мы обожаем книги. Поэтому огромное спасибо за посылку. И тут есть еще что-то. Тут еще что-то. Чуточку новогоднего волшебства. Журавлына в цукровой пудре. Это еле прочла, потому что написано не на украинском, но очень похоже. Я раскрывать не буду, потому что сейчас все рассыпется, я чувствую. Тут, смотри, как написано. Ди-Ди-Ка. Рослая ягода. Класс. Я когда-то жила в Минске. Училась тогда в третьем классе. И учила белорусский язык. Вот, я училась в третьем классе. Для меня белорусский язык, это было что-то, ну, как немецкий, наверное. Я не могла выговорить. Демушка, смотри, какие тут вкусняшечки. Это еда? Да. Да. Это точно все еда? Да, да, это журовына в глазури. А вот написано. Собранные... Ой, давайте почитаем. Давай, Ника. Собранные руками ягоды. Вобрали у Сябя. Сябе. Сябе. Да, садись. Сябе. Садись, садись. Какие называют... Называют легкими Европы. Это наибольшая природная... А вы говорите на белорусском? Кажду, юность дома. Вы используете или все-таки на русском? Просто интересно. Мне кажется, реально можно язык поломать. Яки я треба берег чи и ай, а дно яйц. Как вкусно. Вкусно, да? И кисло. И кисло. И знаете как? Оно сладкое, а потом раз вкусываете, и там жировына жиденькая. Жиденькая, и она кисленькая. Боже, так круто. А как не играть? А как не играть? Сейчас я тут считаю как раз таки. Так, я знаю, чем мы будем заниматься. Игру начинает тот, кто недавно мыл посуду. Хоть к следующему игроку переходит по часовой сделке. Иди, иди, как с испамом. Иди, как читай. Во время коя можно выполнить одно из действий. Перевернуть любой жетон с чистой стороны на грязную. Избавиться от грязной посуды. Перевернутого, грязной посуды перевернутого жетона. Переместив его на другой грязный. Конечно, огромное тебе спасибо за посылку. Очень понравилось. Мы очень любим книги. Вкусность и ощущение, что ты попал в детство. Вот ты реально вернула нас в детство. И книгами прям вот эти. Если вы на меня не подписаны и вам понравилась я и моя семья, то подписывайтесь на мой канал. Также есть у меня инстаграм, там, где все происходит в первую очередь. И вы можете быть в курсе всех событий, если вам интересно. Внизу оставляю ссылочку на Танюшу. Также внизу ссылочка на подарок, который собирала я. И на остальных других девочек. Наш такой новогодний обмен, он у нас каждый год. И он просто какой-то волшебный. Мне тоже нравится его прям. Все, всем спасибо. Пока-пока. И всех с новогодними праздниками. Пока. Идем. Субтитры сделал DimaTorzok